Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего доклада – влияние комбинированного применения глюкокортикоидов с ингибиторами МТОР на жизнеспособность клеток аденокартинома молочной железы. Глюкокортикоиды являются неотъемлемым компонентом терапии некоторых сольдных опухолей. В частности, они применяются при раке молочной железы в качестве компонентно-одевантной терапии для облегчения побочных эффектов основных фитотоксических препаратов. Однако, большие дозы и длительные курсы приема введут к возникновению целого ряда отсрочных побочных эффектов глюкокортикоидов. Многочисленные исследования показали, что глюкокортикоиды могут стимулировать диссеминацию и усиливать подвижность опухолевых клеток, способствующим метастазированию, а также провоцировать развитие резистентности к препаратам платины. Часть побочных эффектов глюкокортикоидов реализуется за счет активации экспрессии белка RED1. Также некоторые исследователи связывают гиперэкспрессию RED1 с плохим прогнозом, низким ответом на химиотерапию и рассматривают ген данного белка в качестве потенциального маркера развития метастазирования. В предыдущих работах в отделе химического канцерогенеза МИЦ-онкологии имени Блохина биоинформатически были подобраны потенциальные ингибиторы RED1, среди которых рапомицин, LY294002, вартманин. Известны ингибиторы МТОР. В ходе оценки их эффектов в отношении модели опухоли кровотворной системы было показано, что ингибиторы МТОР, LY и глюкокортикоид обладают синергическим противоопухолевым эффектом на клеточных моделях лепозов инвитро и на модели мышиных синографтов инвива. При этом показано, что LY снижает степень глюкокортикоид индуцированного остеопороза за счет подавления экспрессии рядом аркерных генов. Известно, что ингибиторы МТОР показали огромный потенциал в противоопухолевой терапии, в том числе рака молочной железы. Совместное применение глюкокортикоидов и потенциальных ингибиторов гена RED1, являющиеся в дополнение ингибиторами МТОР, позволит разработать более рациональный режим комбинированной химиотерапии. Целью настоящего исследования является изучение влияния ингибиторов МТОР и их комбинации с глюкокортикоидом на пролиферацию, скорость деления и клеточный цикл линий клеток рака молочной железы различных молекулярных подтипов. В работе были использованы клетки люминального и тройного негативного рака молочной железы, ингибиторы МТОР и ПМЦ, Вартманин и LY294002, а также глюкокортикоид Дексаметазон. Для исследований кинетики пролиферации клетки расселивали по 15 тысяч клеток в лунку, затем обрабатывали исследованные вещества индивидуальные в комбинации с глюкокортикоидами. Через 120 часов клетки окрашивали трепановым синим и подсчитывали на автоматическом шевчике. Антипролиферативные эффекты исследуемых веществ имеют времязависимый характер. В клетках линии МСФ-7 Дексаметазон усилит антипролиферативное действие рапомицины и LY, в то время как в тройном негативном по типе после инкубации с комбинацией рапомицины и дексаметазон выживаемость клеток остается более высокой по сравнению с клетками, которым добавляли только рапомицин. Как видно, вещества проявляют более сильные антипролиферативные свойства на клетках линии эстрогенпозитивного рака молочной железы, что согласуется с данными о зависимости чувствительности клеток рака молочной железы от их гормонального статуса. Для исследования влияния веществ на клеточный цикл клетки инкубировали по предыдущей схеме с веществами и комбинациями, производили окрашивание фиксированных клеток йодистым пропитием, затем анализировали пробы на проточном цитофуариметре, регистрируя процентное распределение клеткам по фазам клеточного цикла по степени окрашивания ДНК. Непосредственно процент клеток в фазе САП-G1, коррелища с уровнем индукции апоптоза, изменялся под влиянием веществ незначительно. После обработки комбинациями веществ наблюдали увеличение числа клеток в фазе G1 на 3,11% по сравнению с обработкой чистыми веществами. Также можно отметить снижение числа клеток после инкубации с апомицином в G1 фазе за 5 суток. Таким образом, нами показано, что доксиметазон в комбинации с ингибиторами МТОР вызывает в клетках рака молочной железы арест в G1 фазе клеточного цикла. В отличие от клеток люминального рака молочной железы, в клетках базального рака молочной железы исследуемые вещества как индивидуально, так и в комбинации с доксиметазоном не вызывали статистически достоверного изменения числа процентного соотношения в распределении клеток по фазам клеточным циклам. Время удвоения клеток, обработанных фармонином и рапомицином в среднем, увеличивается на 1,5-2 часа в тройном негативном потипе и на 3-7 часов в люминальном потипе. Блюгокортикоиды при этом усиливают эффект ингибиторов МТОР в клетках люминального рака молочной железы. Интересно, что добавление доксиметазона к ЛВА демонстрирует разнонаправленный эффект на время удвоения клеток рака молочной железы. На основе полученных данных был определен антипролиферативный потенциал веществ, а также их влияние на антипролиферативный эффект глюгокортикоидов. Показано, что ЛВА снижает пролиферацию клеток рака молочной железы в среднем на 30%, рапомицином – 55%, портмонин – на 40% при наблюдении в течение 5 суток. В комбинации с глюгокортикоидом ингибиторы МТОР в среднем подавляют пролиферацию клеток линии МСФ7 дополнительно на 5-6%, что говорит об аддитивном синергизме эффектов глюгокортикоидов ингибиторов МТОР в отношении клеток люминального рака молочной железы. Данные проточницы цитофлуориметрии подтверждают, что при обработке ингибиторами и комбинации с глюгокортикоидами клетки рака молочной железы подвергаются аресту в GI1-фазе. Таким образом, наблюдаемый антипролиферативный эффект ингибиторов МТОР по отдельности в комбинации с глюгокортикоидами говорят о перспективности исследования комбинирования данных препаратов при проведении адюватной химиотерапии рака молочной железы. Отсутствие выраженной индукции апоптозы, вероятно, говорит о запуске нового механизма клеточной гибели. В частности, данный эффект может быть опосредованным запуском МТОР зависимой аутофагии. Данная кипоциза будет проверена на втором этапе выполнения проекта, где мы планируем более детальное изучение молекулярных механизмов действия ингибиторов РЭД-1 на клетке рака молочной железы. Проект был выполнен при финансовой поддержке РНФ. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...